Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан на этой неделе в минувший понедельник было на удивление кратким, но вполне себе содержательным и кое-что интересного из него можно было бы, пожалуй, выузить. Вступление у Хабирова в этот раз получилось обширным и он опять почему-то заговорил о 450-летии Уфы, о том, что Путин подписал вот этот судьбоносный указ. Однако тональность у Хабирова в этот раз по этому вопросу была абсолютно иной, что меня немало удивило. В частности, Хабиров сказал, что президент дал нам шанс самим навести порядок в Уфе. Согласитесь, немножко иначе уже все это звучит. Если раньше это звучало так, что вот ура-ура нам дадут, значит, много-много денег и еще немного, и мы тут, значит, наведем порядок в Уфе, и у нас будет все прекрасно, и будет замечательный праздник, то теперь это звучит как-то мрачновато на тему того, что Путин дает нам какой-то там загадочный последний шанс, и теперь мы должны сами изо всех сил навести порядок, и вообще непонятно, откуда этот беспорядок взялся, учитывая, что совсем недавно звучали восторженные возгласы и упоминания о том, что покойный мэр Мустафин, значит, в общем-то все в порядке содержал, и все у него получалось очень хорошо и здорово, и тут оказывается, значит, у нас какой-то эмпирический, жуткий беспорядок, и есть последний шанс его ликвидировать. Очень странно это все прозвучало, особенно странно дополнилось это тем, что заговорив о завизированном, утвержденном премьер-министром России Евразийском научно-образовательном центре, который будет таки в Уфе, Хабиров опять сказал, что это тоже нам какой-то новый шанс. И вот все эти шансы, значит, как-то звучало это подсознательно о том, что все очень плохо, и вот последний шанс, если мы это все не реализуем, то будет еще хуже. К слову сказать, заниматься вот этим образовательным центром поручено Сидякину, что тоже довольно странно, и тут есть как бы некая развилка в том смысле, что или действительно это признание Александра Геннадьевича крупным ученым и использование его по назначению, или это некая такая опала и задвигание нашкодившего, значит, подчиненного куда-то там на периферию, в том смысле, что чтобы он не занимался вот этими взрывоопасными вопросами внутренней политики и национальных взаимоотношений, вот ему дают там совершенно непонятную сферу развития научного центра, который, ну, еще неизвестно, как и когда будет, куда развиваться там. Собственно, принято только решение, и никаких там деятельных событий не происходит, я имею в виду, ни денег не выделяют, ни, в общем-то, схемы как таковой нет. Тут посмотрим, как будет использоваться Сидякин, ну, вполне себе может повторить судьбу Баширова, которого тоже после ряда провалов, проколов, да и, в общем-то, вообще больших неприятностей отодвинули на какие-то хозяйственные функции и потихонечку затихарили. Далее заговорили о том, что дети возвращаются к очному образованию, я имею в виду с 6 по 10 класс, которые сидели дома на дистанционном обучении. Этот вопрос в обществе вызвал большой резонанс, и в этот раз не обошлось без общественного обсуждения. Довольно большая группа родителей высказалась против подобного решения, очень многие отказали своих детей отправлять в школу учиться очно, и тут Хабирову пришлось немножко, как говорится, пооправдываться. Ну, во-первых, в строках, значит, вызвал Хажина к доске, и Хажин рассказал о том, что, ну, все предпринято для того, чтобы ничего не случилось с детьми, потоки детей в школах якобы развели, справки от переболевших якобы требуют, и даже к доске детей не будут вызывать. И вообще Хажин отметил, что в ситуации с заболеваемостью в школах идет положительный спад. Ну, вот этот положительный спад, улучшение падения, усиление, уменьшение, и всевозможные иные языковые казусы, которые в последнее время очень используются российскими чиновниками, они, короче, накрыли и нашего главного по образованию, вот этого Хажина. Отдельно отмечу, что, например, Москва продлила дистанционное обучение, в Петербурге тоже дети обучаются дистанционно, а вот Башкирия в самый разгар и в момент фактически максимального подъема заболеваемости собирает детей в кучу. Особенно возмутительным на этом фоне было заявление мадам Казак, это такая тетя, которая у нас заведует как бы санитарно-эпидемиологическими вопросами в Башкирии, и вот эта вот женщина Казак, она заявила, что, ну, фактически заявила, что собираться в школах это безопаснее, чем сидеть дома. Вот здесь, конечно, у меня окончательно терпение лопнуло, в том смысле, что, ну ладно, Хабиров, он там, прямо скажем, не врач, да, Айбулат Хажин тоже совсем не врач, но женщина с высшим медицинским образованием, заявляющая о том, что в условиях пандемии собираться в плотные коллективы безопаснее, чем находиться по домам, вот это, конечно, уже, ну, осознанное какое-то правонарушение, на мой взгляд, злостное, потому что, ну, ладно, я говорю, вот эти-то не понимают ничего, а она-то обязана понимать, она по образованию и по профессии своей должна понимать, но, тем не менее, видимо, женщине-казак очень нужно было поддержать Хабирова, и Айбулата Хажина, и вот пришлось такое заявление сделать. Хабиров резюмировал этот вопрос с отправкой детей на очное образование примерно так, хотя многие специалисты были против, мы приняли это спорное решение. То есть Хабиров подчеркнул, что были голоса против, однако вот это решение было принято. Остается загадкой, зачем вообще все это было сделано, перед кем нужно было выслужиться, какие очки набрать, я не знаю. Ну, в общем, вот такая вот довольно абсурдная история происходит в Башкирии, и, судя по всему, конечно, мы к концу декабря получим дополнительное развитие этой пандемии. В этот раз на совещании отсутствовал Максим Васильевич Забелин, вместо него выступала его заместитель Еникеева Динара Раисовна. Почему отсутствовал Забелин, так осталось непонятным, а Хабиров оговорился, что Забелин отпросился на один день. Зачем-то, ну, в общем, даже не в командировку, а именно отпросился. Ну, да ладно. Заместитель Забелина подтвердила мои тезисы о том, что заболеваемость в Башкирии растет, плюс 144 человека в последние сутки, это как бы тоже максимальный результат. За все время измерений в больницах находится 580 человек больных COVID-19, и это тоже больше, чем на прошлой неделе. Поговорили немножко о вакцинации. Почти 2 миллиона доз вакцин от гриппа, а не от COVID-19, завезено в Башкирию, но жители Башкирии не спешат прививаться от гриппа, и Хабиров там требует, чтобы какой-то там президентский показатель в 60% был достигнут. Упомянули ситуационный центр Риммы Амировны, утяшивая вот эту вот ее предвыборную акцию. Звонков туда немного, 6600 в неделю всего звонков прозвучало. Впрочем, Хабиров объяснил это тем, что в Башкирии чрезвычайно много коек в больницах, и очень большой их запас, волноваться не о чем, потому, видимо, люди туда и не звонят. Ну, в общем, тишь да гладь, да божья благодать. Не менее благополучно все у нас выглядит в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Беляев отчитался о том, что он героически победил какую-то серьезную аварию в Староболтачево, где отключалось тепло и где, значит, пришлось менять котел отопления, который у них там почему-то взорвался. Очень странно, кстати говоря, все это выглядит на фоне того, что все муниципалитеты получили паспорта готовности. То есть, вот буквально еще 3-4 недели назад этот же котел был обследован и признан абсолютно нормальным здоровым работающим, и тут, значит, он бабахнул, и теперь, значит, пришлось ночью героически где-то там покупать новый и ставить его на место старого. У Морзаева все по-прежнему, он уже перешел, причем существенно на целых 5% превысил планку, которую поставил ему Хабиров по погибшим в этом году на дорогах, 421 погибший, к сожалению, уже в Башкирии. Приближается Морзаев и к тому, чтобы нарушить условия предельной смертности на дорогах Башкирии по национальному проекту «Безопасные и комфортные дороги», и он и превысит этот показатель. Но мы же помним, что Ради Хабиров разрешил своему другу и брату не исполнять ни своих поручений, ни поручений Владимира Путина. Морзаев попал в какую-то совершенно уникальную ситуацию абсолютной вседозволенности, и ему за это ничего не будет. Более того, по этой страшной, кошмарной трагедии в Обзелиловском районе, где пьяные подростки на угнанной машине разбились насмерть трое, врезавшись ночью в лошадей, Хабиров упомянул, что надо порядок навести с выпасом лошадей в Обзелиловском районе. Ну, понятное дело, что с выпивающими и угоняющими автомобили подростками, наверное, порядок наводить не надо, а вот с лошадей надо спросить по полной строгости. Далее оперативка пошла веселее, и тут приятное своему начальству сделал Муратов Рустам Хамитович, вице-премьер, курирующий развитие инвестиций и всевозможную промышленность, сделал какой-то совершенно феерический доклад, честно говоря. Я его переслушал дважды, и как-то меня немножко это все очень насторожило. Если тупо сложить все цифры, которые упомянул Муратов в качестве инвестиций, которые у нас, значит, вот-вот случатся в Башкирии, то получится триллион рублей. Может быть, я неправильно понял Рустама Хамитовича, в том смысле, что вот это об одном и том же шла речь. Но если речь шла о различных 1170 инвестиционных проектах на 386 миллиардов рублей, 124 уже завершенных инвестиционных проектов на 14 миллиардов рублей, и 212 приоритетных инвестиционных проектов на 811 миллиардов рублей, ну, тут вот реально уже больше триллиона выбегает. Кроме всего прочего, Рустам Хамитович обещает создать 35 тысяч рабочих мест. Все это очень сильно напоминает вот тот прогноз и обещание Владимира Путина о создании 25 миллионов рабочих мест в России, которые так и не свершилось, и которые до сих пор поминают Владимиру Путину. Не будем, впрочем, сравнивать Муратова и Путина, а, наверное, подумаем и упомянем о некой информационной осторожности, когда, выдав вот такие прогнозы, потом придется за них отвечать и, может быть, даже где-то краснеть. Хабиров очень воодушевился докладом Муратова. Он сказал, что экономика у нас в рабочем и бодром состоянии в Башкирии, то есть прямо супер все хорошо. И, впрочем, Хабиров так добавил тревожности. Он сказал, что, но проверкой, видимо, на прочность будет следующий год. Он будет одним из самых непростых. Продолжил пугать 2021 годом нас Хабиров. Напомню, что он не первый раз, и вот в таких каких-то мрачных, но очень загадочных красках нам живописует 2021 год. Видимо, Хабиров знает что-то, чего не говорит и чего не знаем мы. Речь идет о том, что, видимо, в 2021 году будет какой-то такой существенный мега-кердык у нас в экономике России. И Хабирову об этом заранее известно. А дальше случилось неприятное на оперативке. Был заслушан доклад нового военного коммерсара Республики Башкортостан господина Блажевича Михаила Александровича. И полковник корректно, тактично, но очень настойчиво поведал о том, что впервые в новейшей истории, да и, в общем-то, за последние десятки лет, Башкортостан довольно существенно не выполнил план по призыву вооруженной силы. Из 4 тысяч запланированных призывников фактически в войска были отправлены только 3 тысячи. То есть 25% плана было не выполнено. Это очень много. Полковник объясняет это тем, что 2,5 тысячи призывников находятся в бегах, и только 30% из них удалось отловить и коим-то образом привлечь к призыву. 211 уже пойманных и призванных на военную службу смогли обжаловать решение медицинских и призывных комиссий. И, как он сказал, с высокой долей вероятностью в войска призваны не будут. 12 муниципалитетов в республике, причем крупных муниципалитетов, злостно не исполняют задания по призыву и не прилагают к этому усилия. Это Сибай, Нефтекамск, Октябрьский, Стерлитамак, то есть крупные города. Кушнаренский район, где глава увлечен в основном распродажей земель и многие другие муниципалитеты. Военный комиссар в отчаянии предложил даже начать преследование тех фирм, которые оказывают юридические услуги призывникам. Но тут, конечно, полковник слегка перегнул палку. Но действительно надо отметить, что десятилетиями Башкортостан был лидером в призыве на военную службу. Всегда исполнялся и перевыполнялся план. Всегда призывники были, условно говоря, высокого качества и служили в элитных войсках. И вот при Хабирове, при вот этом новом порядке, за последние два года удалось вот такое достижение полностью нивелировать. Ну, собственно, не было удивительным то, что наводить порядок с призывом в армию было поручено тоже Александру Геннадьевичу Сидякину. Хабиров строго поручил Сидякину к 31 декабря полностью скомплектовать состав призывников и отправить их в вооруженные силы. Мне прямо представилось, как Александр Геннадьевич, значит, рыскает по городу со списком уклоняющихся от призыва призывников, вылавливает их в темных подъездах и тащит в военный комиссариат Республики Башкортостан. Судя по всему, Радий Фаритович всерьез озаботился тем, чтобы занять Александра Геннадьевича каким-нибудь существенным делом, чтобы он, не дай бог, опять чего-нибудь не набедокурил вроде Куштау и прочих беспорядков. Ну и немного новостей, не относящихся к оперативному совещанию. Хочу рассказать, что на этой неделе у нас будет очень существенный десант крупных федеральных чиновников в Уфу. 10-го числа в Уфу приезжает Марат Хуснулин, причем он приезжает адресно господину Абдрахиму, вице-премьеру, курирующему строительство. Так что у обманутых дольщиков в Башкирии есть хороший шанс пообщаться с Маратом Хуснулиным, если он пожелает, а если не пожелает, то хотя бы пытаться ему дистанционно передать все свои проблемы, чаяния и жалобы. А также 11-го числа на открытие ковидного госпиталя в Стерль-Тамаке приезжают Татьяна Голикова и Михаил Мурашко, как чиновники из Москвы, курирующие вот эти все вопросы здравоохранения и социальной сферы. Но это будет скорее, наверное, торжественное мероприятие. А вот зачем приезжает в Уфу Марат Хуснулин, слегка непонятно. Честно говоря, совсем недавно с ним общался Ради Хабиров. Помнится, как восторженно все это дело описывалось. Там, дескать, очень здорово поговорили, все хорошо. Зачем приезжает Хуснулин в Уфу и приезжает к Абдрахимову, вот это непонятно. Ну, поживем, увидим. А еще у нас приключилась история с детским питанием, школьным питанием. Появился в сети ролик, где дети пытаются вытряхнуть кашу из тарелки. И каша никак не вытряхивается даже после того, как по ней по тарелке начинают стучать ложкой. Судя по эмблемам на одежде детей, речь идет о школе номер один города Уфы. Там много жалоб на питание. Запрещают приносить с собой то, что дают как бы в столовой вот такое вот. И буквально через сутки было уже продолжение этой истории. Видимо, там тоже посмотрели этот ролик. И мне сообщают родители детей первой школы о том, что начали массово отбирать смартфоны теперь у детей, чтобы они не снимали, чем их кормят в столовке. Мотивируя это тем, что формально в уставе школы и там в каких-то правилах прописано, что пользоваться смартфонами детям не разрешают. И сейчас спешным образом вырабатывают порядок хранения, значит, забора и возврата этих телефонов. Дело в том, что массово родители недовольны тем, что у детей отбирают смартфоны. Это все-таки некое средство связи и средство безопасности. То есть, когда ребенок куда-то идет, возвращается, родителям удобно все-таки его проконтролировать. Дошел он, не дошел. Без телефона это сделать сложно. И вот идет такое перетягивание каната. Удивительно, что реакцией школы была не попытка исправить ситуацию с кормлением детей, а попытка замолчать и не дать больше детям снимать и фотографировать вот это безобразие в столовке.